Валерий Седов К теплу в Рязани подключено уже больше 70% жилого фонда, а в ближайшие дни отопление включат в остальных домах. Об этом сегодня нам сообщили в городском управлении энергетики ЖКХ. Здесь разъяснили порядок подключения домов и перерасчет уже выставленных квитанций за оплату теплоэнергии. Несмотря на дожди, в Рязани постепенно теплеет. В домах. 30 сентября, как известно, окончание 10-дневного срока подключения жил фонда, но тепловики обещают управиться быстрее. Хотя не все дома оказались готовы к началу сезона. В настоящее время подключено 1873 многоквартирных дома, что составляет 72% от общего количества многоквартирных домов, которые подключены к централизованной системе теплоснабжения. Ну и, конечно, в некоторых случаях это не всегда идет гладко. Есть всевозможные причины в этом. Одна из них – это несвоевременная подготовка управляющими компаниями многоквартирных домов, так как у нас 143 паспорта готовности многоквартирных домов не были представлены. То есть не была проведена работа по подготовке многоквартирных домов, промывка, опрессовка и также их ремонт в случае необходимости. Проблемы с оперативностью сегодня у некоторых управляющих компаний в железнодорожном, Октябрьском и Советском районах. Впрочем, отсутствие паспорта готовности вовсе не черная метка. Дома их обслуживания все равно подключат. Просто одними из последних. Десять дней на запуск теплосетей – срок оптимальный, уверяют сегодня в РМПТС. Раннее вхождение в сезон обеспечит максимальный комфорт жителям при наступлении настоящих холодов. Что же касается квитанции, то по ним, и это не обсуждается, будет произведен перерасчет. В зависимости от даты подключения. Так что волноваться вроде как не стоит. Ничего нового в этом нет. Эта ситуация у нас повторяется ежегодно. На дату начала отопительного сезона, которая устанавливается постановлением администрации, мы делаем начисление по всем объектам. Далее, по мере подключения домов, мы, наши представители, совместно с управляющими организациями, составляют акты о фактической подаче тепла в конкретный дом. То есть эти акты составляются по каждому дому. И на дату фактической поставки тепла в этот дом, жителям этого дома делается перерасчет в обязательном порядке. Интересы жителей представляет управляющая организация. Они достаточно активно защищают интересы жителей. Мы совместно с ними в спорных моментах выясняем дату фактической поставки. Если не было режимов, значит эта дата сдвигается до вывода дома на необходимый режим гидравлический. И на эту дату делается перерасчет. Важный момент. Никаких заявлений никуда писать не нужно. Все произойдет в условно-автоматическом режиме. По цифрам с РМПТС отработает управляющая компания. И в следующей платежке в графе «Тепло» можно уже будет увидеть минус. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 25 сентября во дворце Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге прошел суперфинал юбилейного 10 сезона международного конкурса «Живая классика». Звездное жюри выбрало трех финалистов из 11 претендентов со всех уголков мира. Среди счастливчиков оказалась и рязанка София Сеченава. А вот победила ли она, расскажем в следующем материале. Да и пускай себе месит. А каких же вы учеников-то в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Вон они, тоже глину месит. Тут Марья Семеновна говорит Ванечке, приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс. На сцене питерского дворца рязанка София Сеченава. Вместе с актером Павлом Панковым они читают отрывок из произведения «Нулевой класс» Юрия Коваля. Совместное исполнение – это новинка 10 сезона международного конкурса юных счетцов «Живая классика». Это суперфинал, и он должен быть внезапный, и мы должны меняться, потому что конкурсу 10 лет. И если 10 лет конкурс проходит в одном и том же формате, из года в год все одинаково, все все знают, все предсказуемо, то это на самом деле такая стагнация, после которой наступает у проекта смерть. Проект может быть живым тогда, когда он вызывает эмоции. Эти эмоции могут быть разные. Это и любовь безграничная, и слезы, и недовольство, и только тогда это живое. Из двух с половиной миллионов школьников со всего мира до суперфинала добрались только 11 человек. Притом есть ребята из Нидерландов, Америки и Италии. Мне показалось, что дети очень во многих моментах искренние, и действительно пытаются найти то, что их по-настоящему трогает и волнует в литературе. Действительно, ребята там брали такие куски, которые и взрослым актерам не всем под силу, знаете ли, прочитать должным образом. Потом уже члены жюри признали, что выставлять оценки было неимоверно сложно. Помогал и зал. Для этого специально на экран вывели шумомер овации. Впрочем, все участники без исключения признали, что даже с такой огромной поддержкой их, что называется, немного потряхивало. Несмотря на поддержку зала и зрителей, онлайн-трансляции победить у Софии не получилось. Однако девушка не расстроилась. Говорит, в следующем году попробует снова. С ребятами уже сдружилась, чувствовали себя не конкурентами, а друзьями. Поэтому и сами участники поддерживали и болели друг за друга. Финалистами стали Джорджио Гранди из Италии, Акулина Павлова из Твери и Милена Королева из Санкт-Петербурга. Это, конечно, была мечта. И, конечно, сложно было представить, что девочка из маленького, почти никому неизвестного городка. Что-то и что-то. А тут такой вот, то есть, жюри весомое. Это знаменитые люди, звезды просто. И они тебя оценивают. Ты понимаешь, что чего-то, но ты стоишь. Когда я выходила, у меня сердце просто бешено колотилось. Я не знаю, я думала, сейчас в обморок на сцене упаду. Конкурс «Живая классика» продолжается. Новый сезон стартует уже в ноябре этого года. Ознакомиться с правилами и подать заявку можно на сайте конкурса. Валерий Седов, телекомпания «Город». Завершился очередной этап проекта «Больших гастролей» на сцене Рязанского театра драмы. Гостями были артисты Брянского областного театра драмы имени Алексея Толстого, которые представили ряд постановок по пьесам современных драматургов. Они теперь общие, пожалуйста, пользуйтесь, читайте, учите. Все, ну тогда и телега общая. А ну, тащи. Открылся гастрольный тур «Драма и поминальная молитва». Мой коллега Герман Гущин подробно рассказывал о том, как прошел спектакль и как приняла артистов рязанская публика. Искренняя, трогательная и пронзительная история не оставила равнодушных. А профессионализм трупа и образные режиссерские решения оценили даже самые искушенные театралы. Дальше рязанцам показали молодежную, яркую и темпераментную любовь в стиле барокко. Легкую искрометную комедию «Камалетти», «Боинг», «Боинг», фарсовую комедию «Тетки» и спектакль по рассказам Василия Шукшина «Люди добрые» оценили все. Аншлаг на каждом спектакле и теплый прием фрианские артисты заслужили сполна. Без внимания не оставили и юных зрителей, для которых привезли мюзикл «Маугли». Гастроли состоялись в рамках единой гастрольной системы, которая проводится Министерством культуры России и охватывает театры всей страны. Такие гастроли всегда радуют зрителей новыми впечатлениями, именами, вдохновляют артистов на взаимодействие с новым залом. Одним словом, оживляют творческое существование театральных коллективов. Новая партия автобусов из Москвы увеличит подвижный состав на линии до 120 единиц. 40 дополнительных лиазов уже в Рязани, скоро они выйдут на маршруты. Об этом нам сегодня заявили в управлении рязанского троллейбуса. С расширением автопарка компании сегодня нужны водители и автослесари. В управлении рязанского троллейбуса большие перемены. Компания усиливает свою конкурентоспособность. Для этого из Москвы, из Мосгортранса уже прибыли 40 автобусов. Сейчас лиазы ожидают выхода на линию. Понятное дело, штатная численность тоже должна возрасти. На ОРТ уже открыты вакансии водителя и автослесаря. По поручению губернатора Рязанской области разработана дорожная карта по оздоровлению управления рязанского троллейбуса. В исполнении этой карты проводится ряд мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности. Приоритетами, естественно, для нас являлось обслуживание пассажиров города. Это, во-первых, правильное обслуживание в соответствии расписанию, чтобы жители города не жаловались. Второй приоритет – это, конечно, условия труда наших сотрудников, повышение заработных плат, ну и самих бытовых помещений, улучшение условий труда. Михаил Скибинский слесаремотористом работает уже 22 года. Сейчас, говорит, трудиться стало намного приятнее. Ну а в самом деле, получка слесаря сегодня 35 тысяч, электрика – 45. Все зарплаты, что называется, в рынке. Голод тут только один – кадровый. В ОРТ заявляют, что, например, 20 слесарей прямо сейчас готовы взять, не глядя. Белая зарплата, соцгарантии, в общем, пакет серьезный. Движение есть к улучшению этого всего. То есть зарплата реально выросла у людей. Да, работа в этом направлении ощутима. Не то, что это где-то сказано, что там растет. Нет, действительно, в карманах люди чувствуют, что да, прибавилось. Новые автобусы усилят сообщение между микрорайонами Рязани. Подкрепление на линии получит 4-й, 16-й и 17-й маршруты в первую очередь. Впрочем, вполне вероятно появление новых схем. Задача ОРТ – взять на себя все социально значимые дорожные артерии. В первую очередь, конечно, очень хочется связать район Дашково-Песочни с микрорайоном Конищево. Другой также можно связать, мы надеемся, что Дашково-Песочни с районом Гороще. Это первые два направления, куда будут. И также будет улучшено обслуживание улиц Новаторов. То есть это четвертый маршрут нашего автобуса. По дорожной карте пока предусмотрено улучшение тех маршрутов, которые существуют. Может быть, изменение маршрута следования, того маршрута, который у нас сейчас есть. Предприятие, кстати, стало участником нацпроекта «Производительность труда». Сейчас здесь проходит оптимизация ремонтной службы. Вот эти пока еще зеленые автобусы уже ждут своих водителей на стоянке ОРТ. Вакансии открыты. Вам звонят из службы безопасности банка. Именно с этой фразы начинается стандартная мошенническая схема. Если вы думаете, что подход устарел, нет, по-прежнему работает, говорят в полиции. Правоохранителям до сих пор обращаются люди, у которых после таких вот звоночков со счета пропадает кругленькая сумма. На минувших выходных полиция провела профилактическую акцию. Скажи мошеннику «нет». Ироничный кавер на песню Жанны Рождественской может вызвать улыбку. Однако через знакомый мотив главная информация запомнится куда лучше, посчитали правоохранительные органы. Посыл простой. Не принимайте вызовы с незнакомых номеров и не сообщайте данные своей карты. Такие данные нужны только мошенникам. А если до людей не достучаться словами, то вот попробовали песни. Так началась акция «Скажи мошеннику «нет». Наилучшая ситуация – это не брать трубку с незнакомых номеров. Просто сбросите этот номер. Если вы взяли и зеленую кнопочку подвинули вверх, и только вам стоит сказать слово «да», вы уже на крючке. В мероприятии приняли участие руководители рязанской полиции. Они рассказали о самых распространенных схемах мошенничества и настоятельно рекомендовали рязанцам уже, наверное, в тысячный раз не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Они используют новые технологии. Это IP-телефония, когда подменяются абонентские номера. То есть вам может тот же самый номер позвонить, номер 900, но при этом будут разговаривать не сотрудники банка, а злоумышленники. Главное, что нужно запомнить, сотрудникам банка не нужны данные с обратной стороны вашей карточки. Да и сами они не часто будут звонить. Лучший вариант, если уже вызов приняли, попрощаться и перезвонить в банк самому. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова